Все детишки любят золотишко! Настоящее театрализованное представление. Викинги, цари и пираты встречали участников соревнований прямо на входе. Перед стартом важный ритуал. Сокровища честное, по карте искать. Клянусь! Пять команд по 15 человек. Проходить испытания помогали наставники. Ребята из коррекционной школы «Надежда», «Гармония» в таких соревнованиях участвовали и раньше. А вот ученики школ-интернатов из Обнинска и Красногорска здесь впервые. Это не спорт высших достижений. Это не спорт, который на скорость, на время, на какую-то выносливость. Это про доброту. Это добрый квест, в котором все дети чувствуют себя, как будто это праздник. Перетягивание каната, задание на сообразительность, полоса препятствий. И это далеко не все. Ребята спешили проявить себя во всех дисциплинах. Снежане Крымской удалось быстрее всех расправиться с пиньятой. А как ты считаешь, что самая главная, победа все-таки или участие для детей? Участие. Вместе с детьми искали сокровища и взрослые. Всем хотелось поскорее раздобыть заветный ключ. Приехали на детский праздник и гости из Белоруссии. Попав на этот удивительный детский праздник для детей, меня он очень удивил, порадовал. И я даже растрогалась. Потому что вот такие разные дети, но объединены желанием пообщаться, поучаствовать, попробовать свои силы. Диана Мостовая признается, такие мероприятия ей по душе. Она человек творческий и общительный. Нравится здесь очень весело и красиво. Вот так весело и играючи организаторы добились главной цели фестиваля. Вовлекли детей с ограниченными возможностями здоровья в занятия физической культурой. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.